приветствую вас дамы и господа в этом видео расскажу вам про новую ветку японских тяжелых танков во главе которой стоит type 71 на всех танчиках покатался вам на стримах половину ветки показал и потом после стримов еще немножко покатал и докачал ветку на фоне вы будете видеть сначала бой стоковой семерки а второй бой на фоне это будет уже десятка ну а сейчас по порядку за каждый танчик немного расскажу и в конце будет вывод и общее мнение по всей ветке и так начинается ветка у нас с пятого уровня и это митсу 108 и уже с первого же танка который ветки нас встречает уже есть некоторые интересные вещи допустим топовое орудие с альфой 300 на пятом уровне еще и пробитие 140 основным снарядом специальным 170 это прям нереально круто сейчас очень сложно набить три отметки на этом танке отметка просто в небесах танчик показывает очень хорошие результаты у него и немного броня такая непредсказуемая вроде бы уязвимый зон много если на бароню посмотреть но там и бортом можно потанковать и если не в центр огромного количества личков попадать то тоже не пробивается и башня казалось бы в центре пробивается но если попадешь в щеки тоже не пробьется танчик даже немножко обладает некой подвижностью максимальная скорость 35 удельная мощность 13 это конечно не прям какие-то вау показатели но для такой грозные пушки а танк у нас еще и очень большой длинный огромный поэтому даже такой подвижности я думаю стоит радоваться орудие вниз неплохо опускается но только посередине между двух огромных башенок которые у нас на корпусе есть это конечно мешает стрелять и доставляет неудобства некие также еще было неудобно мне лично то что танк очень большой и длинный но и в целом если сильно подставляться он не прям уж много танкует просто иногда броня удивляет вот допустим можно потанковать бортом если враги будут стрелять в нижнюю часть они будут редко пробивать а вот если они начнут стрелять верхнюю часть когда мы танчим бортиком то там легко пробивается тут еще зависит от того знают враги куда стрелять или нет на броню я бы сильно не надеялся она просто как небольшое дополнение к общей картине танка и танк получился очень сильный но есть некоторые моменты с неудобствами в виде этих лючков на vld которые мешают пушки опускаться и огромный размер а так в принципе танчик прикольный переходим теперь к танку шестого уровня type 3 джуну это танчик мне не особо зашел я считаю его проходным да здесь пробитие 160 на шестом уровне альфа 220 более-менее нормальная точность 037 и сведения 2 и 3 обзор даже был 350 у нас на пятом уровне на шестом уже 370 то есть по параметрам вроде как неплохо и максималка выросла 40 и удельная мощность 13 и 3 но вот когда мы доходим до брони а это все-таки тяжелый танк как и пятый уровень так и шестой так и вся ветка у нас тяжей то здесь уже броня меня огорчает поскольку лоб башни пробивается очень легко и даже обычными снарядами башни дыряются не сложно а если враги заряжает еще и специальные снаряды то здесь просто ну крайне легко пробивается танчик до увы на хорошие как и у всей ветки и можно где-то там от рельефа что-то поиграть но танчик огромный не сказать что он носится прям как и стэшка из это скорее проходной танчик он прям ничем не удивляет если на пятом уровне нас удивляет то что альфа 300 то что там хорошее пробитие и так далее то здесь альфа уже 220 до все же пробитие хорошая и точность и в целом комфорт стрельбы тоже но это очень слабая броня как для тяжа и прям чего-то вау в танчике я не вижу обычный нормальный проходной танки его не сложно пройти главное на нем играть аккуратненько как танк поддержки type 4 g то и вот это вот же то уже немножко поинтереснее но в орудии альфа 320 пробитие 194 специальным 235 вот счет пробитие специальным снарядом не особо большое на фоне основного снаряда точность о 4 сведения 2 и 4 немножко пострадал у нас комфорт стрельбы но все же пробитие альфа достойная максималка 42 удельная мощность 14 хвостиком обзор 380 по параметрам все клево и классно но снова же танчик большой танчик квадратные у нас в башне и особо опять же не про броню прям тяжелым танком тяжело это назвать броня особо без наклонов и толщина тоже не очень пробивается несложно этот танчик даже без специальных снарядов а со специальными снарядами но он вообще но практически никогда не танкует очень редко поэтому основа как танк поддержки проходим набиваем за счет пробития и хорошей альфы приличный урон каждом бою но опять же прям как на тяже на нем не поиграешь как на тяже каком-то вспомогателем танк поддержки до прошли и забыли но вот у меня получилось на стоковом танки тяжелом японском 7 уровня сыграть такой вот бой который вы первые видите на фоне за счет у военов иногда можно удивить и занять такую позицию с которой никогда никто не мог стрелять орудие вниз опускается на 12 градусов и вот здесь какая-то фишка типа есть но не в каждом бою эти 12 градусов нужны не в каждом бою ты сможешь их вообще реализовать но вот в некоторых ситуациях конечно да они удивляют эти у n и и меня как игрока и соперников тем более они прям не понимают а чё реально оттуда можно было стрелять но вот если мы по обычному играем на обычных позициях то броня не держит и танчик как тяжелый вообще не выглядит чисто танк поддержки переходим к танку 8 уровня это type 57 и этот проект где японские там инженеры пытались совместить наработки и американские и советские у нас получился корпус сварной с очень рациональными такими крутыми углами брони и танчик выглядит очень так футуристично прям какой-то космический корабль и летая башня с очень хорошими углами и толстая так еще здесь необычное орудие у воены и в целом танчик мне кажется очень сильным у меня получился на нем нереальный результат и я прям кайфую от этого танка лично на мой вкус type 57 в этой ветке мне понравился больше всего немножко удивляет меня конечно танк 5 уровня но лично в моем сердце первое место занимает type 57 второе место мы до него еще не дошли давайте подробнее про type 57 поговорим во первых здесь альфа 360 и это неплохая альфа как для восьмерки да конечно мы видали и больше но этого достаточно если остальные параметры у танка хорошие пробитие 228 отличное пробитие 280 специальным снарядом тоже великолепное пробитие конечно фугасиком 53 но и ладно иногда пригодится бумажки всякие пробивать перезарядка 10 секунд дпм 2160 это на пустом танке сведение 2 и 3 что легко разгоняется до двух секунд точность у нас когда орудие нагрета 042 если она остыла 028 время остывания орудия 13 с половиной секунд прилично так времени приходится ждать пока орудие остынет после выстрела даже не то что после выстрела мы уже дожидаемся когда орудие зарядилась еще и после зарядки еще надо подождать но я честно скажу вам я не жду если момент есть я стреляю так как есть вот если орудие успела остыть пока никакой момент не произошел тогда хорошо точность реально улучшается прям очень сильно я конечно бывает иногда жду но очень редко прям когда знаю что уже вот-вот сейчас уже орудие должно остыть я стреляю сдалека спешить мне некуда но прям специально всегда ждать нет поскольку я очень сильно себя режу дпм в ближнем бою если ситуация произошла я стреляю и так но я понимаю что точность прям не очень когда орудие нагрета так у нас еще у танчика 1600 хп вы представляете 1600 обзор 390 40 максималка 15 с хвостиком удельная мощность у нас еще и стабилизация 020 что в принципе то более-менее не сказал бы что прям вау но пойдет так у нас еще и приличная такая броня мало того что у нас корпус такой необычной формы до нлд посередине пробивается несложно но по краям нлд такое необычное и там есть места которые очень толстые там есть крепления возле катков которые тоже брони добавляют также у нас очень крепкие борта нереально крепкие да есть на гусеничной полке которые пробиваются и также у нас еще и летая башня которая хорошо отбивает снаряды хорошо от меня все рикошетит но имеется конечно да лючок не сказал бы что он прямо огромный но попадать него можно но прикол этого танка еще и в том что орудие вниз опускается внимание на 14 градусов так она еще и вверх поднимается на 20 и тут нету и гидропневма подвески что добавляет невероятного комфорта у нас всегда 14 градусов и нам никакая подвеска не мешает в итоге вот я поставил на танчик доппоек хороший там более-менее экипаж розовую вентиляцию стабилизатор и досылатель у меня получилось дпм 2 700 2 секунды сведения 037 точность когда орудие у нас нагрелось 024 когда остыло и вот если сравнить этот танчик type 57 с прям танком type 63 то прокачиваемый танк мне намного больше понравился во первых у него альфа не 320 а 360 во вторых у него 14 градусов без подвески всегда включены и ты можешь вертеть как попало своей пушкой и на борт опускается и еще и вверх орудие поднимается на 20 а там на 9 там орудие очень плохо поднимается вот если бы это было прям танком это было бы невероятно насколько бы он мне сильно понравился если бы я вот это из коробки достал и она было бы премиум на какой же это офигенный танчик мне он очень сильно понравился реально классный как жаль что это обычный прокачиваемый танк лично для меня это лучший танку ветки это просто офигеть переходим к девятому уровню type 68 что я могу про него сказать обзор 400 хороший обзор 2000 хп приличное количество хп 248 пробитие основным снарядом 300 специальным это все отлично альфа 400 тоже приличная максимальная скорость вперед 40 не так уж плохо не прям уж сильно хорошо достойно 15 хвостиком удельная мощность тоже нормально 028 точность у остывшего орудия 042 у нагретого 2400 дпм очень крепкая башня да опять же имеется лючок да там если башню поворачивать то сбоку маска пробивается она в виде там ромбиков таких и ромбики сбоку пробиваются но если соперники стоят ровно то там очень крепчайшая башня прям невероятно там есть конечно стык этих ромбиков в маске там брони чуть поменьше но тоже достойно а вот корпус конечно разочаровывает корпус не особо бронированный и даже когда мы играем через рельеф он все равно пробивается поэтому чтобы чувствовать себя прям тяжелым танком нужно закапываться прям по самую башню и вроде бы танчик по всем параметрам неплохой но мне показалось что танчик просто нормальный сбалансированный и это скорее проходной танк мне прям в душу он не запал ничего прям сильно вау я в нем не увидел достойный хороший танк по всем параметрам нормальный но сверх результата и на нем никакого не сделал сверх чего-то там чрезмерно интересного я в нем не увидел достойный проходной танк и что можно сказать уже за всю эту ветку что прям кактуса в нем я не вижу и есть достойные танчики три штуки на пятом уровне на восьмом уровне прям вообще очень достойный танк прям максимально достойный но и к последнему достойному танку мы сейчас перейдем последний достойный танк в нашей ветке это сам тайп 71 глава ветки он конечно не так сильно мне понравился как танк восьмого уровня но вполне себе достойный я считаю что прокачка этого танка вас не разочарует если у вас все в порядке со скиллом поскольку танчик ошибки прощать не будет давайте посмотрим на броню делаю небольшое исправление видео показываю модельку брони из-за анагара и здесь у vld броня потолще 170 миллиметров с приведенкой почти 250 получается это замечательная броней мы можем 50 на 50 отбивать обычные снаряды если довернем то в принципе уже более-менее неплохая броня получается или если бы мара через рельеф но если соперники будут заряжать специальные снаряды все равно это vld большую часть снаряда будет пропускать очень крепкая башня нереально крепкая обалденная даже никак не не подкопаешься нигде даже минус какой-то не увидишь да есть лючок но если играть через холмы пользоваться своими шикарными у военами то лючок будет тяжело выцелить единственный минус который наверное не зайдет слабым игрокам или некоторым игрокам средним это то что vld легко пробивается нужно его прятать и лучше прятать прямо весь корпус и с этим нам помогут увн и 15 градусов орудия еще и вверх поднимается на 26 то есть никаких неудобств у нас не будет тут есть еще hydra пневмоподвеска она есть на девятом уровне и на десятом пробитие основным снарядом 260 альфа 420 специальным снарядом пробитие у нас 330 это кумулятив и с такими параметрами можно ставить топовую сборку оборудования которое у нас сейчас самое метовое это досылатель закалка турбина вы можете конечно ставить турбины там и экспериментальной и закалку тоже что добавит нам немножко там комфорта стрельбы и немножко снизит криту и масть поскольку с таким корпусом двигатель сзади понятно дело криту и масть время от времени нас будет посещать в стоке дпм 2 500 это такой вот средний дпм альфа 420 ну хотелось бы наверное 440 это был бы прям эталонный результат но имеем 420 это тоже неплохо хорошее сведение когда орудие остыло точность 024 036 конечно точность когда орудие нагрелась это не так себе точность но хотя бы иногда мы погружаемся в самую точную точность среди тяжей прочность 2 400 это тоже очень хороший результат на десятом уровне танчик вышел и не сверх там мега имба который душит рандом что правильно и получился достойным я на нем поиграл результат получился хороший танчик показал себя достойно стоит того чтобы его прокачать наверное на гк там или в укрепах его особо использовать не будут поскольку здесь нету там сверх скорости максимальная скорость вперед 40 а у нас там на гк и укрепах обычно любят использовать тяжи у которых максималка большая да тут крепкая башня конечно есть что надо но вот корпус конечно большой и пробивается несложно поэтому я думаю что он не зайдет в эти форматы но в рандоме этот танчик показывает себя достойно если подвести итоги что можно сказать про эту ветку она несложно качается поскольку даже у стоковых пушек хорошее пробитие неплохая альфа дпм и точности обзоры опыт фармится несложно единственно что есть танки которые несложно пробиваются на шестом седьмом уровне это наверное одни из самых таких вот сложных в прохождении танков поскольку они ну прям полностью танки поддержки практически как средние танки ну а самый жесткий результат у меня получился на восьмерке и достойный результат на десятке поэтому мое мнение что ветка новых японских тяжелых самураев мною лично абсолютно одобрена для прокачки все минусы плюсы я обозначил оборудование я тоже рассказал на восьмерке я катал досылатель стабилизатор вентиляция на десятке топовая сборка досылатель турбина закалка все таки на восьмом уровне стабилизация не самое лучшее и не самое быстрое сведение а вот на десятом уровне сведение в разы быстрее и стабилизация тоже хорошая поэтому можно обойтись без стабилизатора с вами был варчик играть красиво пишите свое мнение в комментариях как вам данная ветка всем удачи и пока а